И снова всем welcome! Это снова я. Сегодня речь у нас пойдет про мото-магазин. Конкретно это мото-магазин Rock and Road. Один из самых дешевых магазинов в Японии по продаже мото-экипировки, мото-запчастей, тюнинга. Ну, всего такого. Тут вот видно парковочка у них небольшая, такая хорошая. Можно запарковаться. Очень хорошо. Я также вот приехал на своем, на синим байке. Ну, из улучшения особо у меня ничего не поменялось тут. Вот защита стоит там получше. Skid-plated. И глушитель я поставил, Яшимуровский. Cyclone X-House System. Брал я бэушный, потому что новый стоит дорого, а бэу в Японии стоит недорого. Это Трайкон на DRZ-400. Ну что ж, пойдем в магазин, посмотрим, что там есть. Тут нас встречают амортизаторы и покрышки с задними ящиками. Так, значит, что у нас из амортизаторов есть здесь? OH-LINSE, Hyper Pro, YSS. Нормально, чем можно взять какой-нибудь такой. У меня как раз сейчас амортизатор. Там демпфер на нем немного ссохся, вот внизу, который стоит черный. От старости уже потрескался, надо заменить, но отдельно демпфер не продается. Вот этот отбойник. Поэтому мне нужно либо, в общем, менять амортизаторы, либо этот свой старый сдавать в ремонт. Ну, посмотрим, что. Ну, в целом, цены, сами видите, вот они на покрышке. Здесь вот есть цена. Вот это данлуп. Это у нас на разные спортсбайки и на дорожники. Ну, средняя цена примерно 17 тысяч, там 17-20 тысяч за покрышку. Ну, я думаю, что, в принципе, такие же цены и в России. Тут же есть вот, продаются, как мы видим, разные ящики. Кофры они называются, да? Что, как в простонародье. Вот мы видим, что вот этот, неплохой, в принципе, гиби 33 литра. Для жены на скутер как раз такой бы подошел. Хороший ящик. 15 тысяч стоит иен, ну, плюс налог. Здесь вот написано, что плюс налог. То есть, соответственно, еще плюс 10 процентов. 16 будет стоить, 1600 где-то. Ну, тут много разных. Кофры также здесь идут звезды, цепи звезды, да? Ну, это комплекты звезд здесь конкретно. Я не знаю тут цены, в принципе. Сами смотрите, вот 9 тысяч за звезду. За заднюю, да? Там 8 500. Это задняя, передняя, вот. То есть, ведущая. Пожалуйста, вот выбирайте, какой у вас мотоцикл. Наверное, мой есть, если посмотреть. Хотя не знаю. Нет, нету. Ну, ладно. Это можно в оф-роуд-магазине сделать. Без проблем вообще. Так же здесь равны ремни продают. Ремни и батареи. Можно себе для мотоцикла взять. Ну, и, естественно, есть эти крепления для передних колес. И, скажем так, подкаты для мотоциклов, чтобы в грузовик загонять. Ну, а здесь цепи. Как мы видим, цепи здесь, в принципе, разные. Вот есть DID, RK. Что там еще есть? Трид премиум какая-то, мотоцикл Трид. Если честно, я не силен в этих производителях. Не знаю, какая из них лучше, какая хуже. По цепям это уже... Вам лучше самим погуглить информацию в интернете. Разных размеров, разные цены. Соответственно, вот здесь можно посмотреть, сколько линков. То есть, количество линков и цена. Ну, также здесь продаются эти защита для мотоцикла. И полный выхлоп. Разный. Для разных мотоциклов. Но в основном это спортбайки. То есть, на четырехцилиндровые мотоциклы. Ну, есть и у двухцилиндровых. Цены. Ну, 120 где едет так. 120 тысяч примерно за новый выхлоп из Шимура. А если вот просто банка. Он банка, если просто. То где-то 66 тысяч где-то так за банку. Это на Z900RS. На Кавасаки. Мы сюда поднимаемся. И мы видим здесь как раз отдел для занятий мотокроссом, оффроуд, эндуро, шлема. Я думаю, цены в целом такие же, как и в России. Что смысла нет говорить. Вот видно, да? 48 тысяч плюс налог. Это где-то 53 тысячи примерно. Следовательно, там по курсу сейчас на 0,7 где-то 30 или 40 тысяч рублей где-то так шлем от Шоя. Ну и также вот здесь маски. Вот мы видим маски разные. Где 100%? Main, Fox. Да, про гриб. Про гриб есть маски. Цены вот тут мелко, конечно. Я думаю, но при желании увидено. Вот желтый ценник и значит цену снизили немного. Было больше. Ну, перчаточки. Перчаточки здесь есть, но это, как сказать, в основном для мотокросса далекие такие, без защиты практически. Ну, там одежда. Сейчас не пойду уж показывать все это, наверное, смысла нету. Пеги, или как не пеги эти, ну да, футпекс они называются. Для кросса или для эндуро мотоцикла вот, пожалуйста. 12 500, но также стоит, если заказывать в интернете Z-овские, тоже примерно 12 тысяч стоит разных расцветок. Также здесь глушаки видно, но это все новое. RSV глушители здесь представлены. Там, в той стороне баррел и FMF. У нас здесь еще есть это карбюраторы на разные мотоциклы. В данном случае, вот мы видим красномой есть на DRZ-400S. Это как же там FCR-41-30 модель. Это самый ходовой такой для этих, если вы в спортивной версии переделываете свой DRZ, то вполне возможно такое поставить. Но для этого нужно там делать еще некоторые улучшения, в частности, по воздушному фильтру. Тут уже смотреть надо, настраивать надо будет. Также здесь вот амортизаторы. Это у нас здесь на CRF-250, CRF-250 и еще один CRF-250. Цены конечно разнятся, видимо от производителя и от технологий зависит цена. пойдем посмотрим, что здесь есть. Ну а здесь вот есть как раз Q4 на KLX-250 и 40 тысяч стоит. Ну и также вот вверху на VR-250R у них есть поверкоры. Но можно заказать при желании. Я здесь узнавал. Они могут и под заказ привезти. Также есть у них вот это патрубки выпускные для CRF-250 CRF-250 даже видите на CRF-250 есть выхлоп спортивный. Такого плана. И рули можно посмотреть себе прибрать пощупать скажем так ручки вот конкретно здесь это Z-овские рули про Taper все оригинальное никакой китайщины то есть Z-овские это японские рули вот рентал также есть но сказать рентал не так пользуется популярностью в Японии как вот Z-овские побольше все-таки популярны ну и защиты соответственно на руль здесь сербисы также и Z-овские защиты есть это вот кёсера кёсера тоже вполне популярный бренд в Японии вот такая защита например если целиковая брать 16 тысяч стоит а если вот такие простые лопухи без всяких там металлической защиты то 6400 всего ну то есть не очень дорого можно себе позволить ну а если вот такие уже полные дуги там с защитой и лопухами 24 выходит 1000 иен конечно дороговато но что поделать ну и также вот на роли переходники и удлинители скажем так для большего диаметра переходники это вот например с не это просто удлинитель вот переходник с 22 до 28 миллиметров такой вот то есть стандартно 22 вот 22 на 22 просто чуть повыше делает ну и разные ручки в основном про гриф внизу там про тейперы также вот защита ну что тут показывает цены те же самые как и в России смысла нету как говорится все перечислять просто ассортимент покажу и все вы сами смотрите я тем более здесь не работаю в магазине поэтому мне смысла здесь вообще нет что-то рекламировать и мне за это никто ничего не платит что у них еще здесь есть это вот защита для рамы это вот рядом с где у вас ноги как бы в мотоботах они будут царапать раму все такое вот чтобы не царапали вот ей защита разных расцветок все это можно на свой байк подобрать наклеечки конечно же в данном случае это yamaha вот этот кстати у меня задний фонарь хотел заметить но не знаю пока задний фонарь наверное такой алюминиев hold или такой посмотрим потом или вот этот точно не помню да вот на DRZ на 400 такой вот фонарь неплохой можно было бы взять что касается масла теперь вот посмотрим давайте по маслу кто-то меня до этого просил снять масло моторное для мотоциклов в Японии что продается что нету то есть вот пожалуйста можно увидеть здесь все то же самое масло что и в России пожалуйста Кастрол Матюль Эльф Вакас что вам надо выбирайте сами смотрите есть такие вот 300 есть обычные 5000 там 7000 то есть Матюля касаться то есть если Кастрол то вот Актив Го там Повер 1 также в больших упаковках по ценам ну примерно цена за литр масла 1600 йен плюс налог это где-то 1700 йен выходит если масло брать такое подешевше Эльф то где-то за 1400 йен ну вот есть чуть подороже вот такие за 1900 лично я пользуюсь каким а ну вот также есть фирменное масло это Ямалюб от Ямаха что еще Хонда Ультра цены вот я сейчас покажу вот здесь вот в иенах цены написаны смотрите сами премиум синтетик Ямалюб есть вот Хонда да но Хондовска подешевше оно там по 1000 йен примерно по 1400 есть потом что здесь еще есть у них и скутер мотор экс масло далее это у нас что экстар какой-то экстар с полусинтетикой вот 7000 9000 вот тоже масло ма2 классификация синтетического масла также вакос и от кавасаки это с эльфом они вместе вот производят такое масло для мотоциклов кавасаки цена вот где-то 300 или 2400 с налогом да но есть еще вот такой Хонда Ультра Хонда Ультра GR2 ну и разные тут с налогом где-то 1500 будет вот такое вот из для двух такников вот синтетика продается большой выбор достаточно масел в Японии есть из чего выбрать и вас как бы не принуждают заправлять или заливать какое-то одно масло то есть вы можете выбрать то которое вам нравится ну и фильтра тут соответственно тоже вот они все есть на все мотоциклы прокладочки там что хотите выбирайте но если нет естественно можете на заказ сделать тут у нас еще есть коверы да ну байкор я думаю смысла нет показывать что у вас же тоже в магазинах скорее всего они есть если если честно я такими не пользуюсь мне нравится который вот есть с такими дышащие то есть там есть открывающиеся такие кармашки сверху чтобы выходил этот влага влага выходил ну и тут разные смазки в Японии WD-40 не особо популярно поэтому здесь его вы можете не найти в магазинах за место него продается вот такие куры куры называется не курва а куры поэтому вот смотрите какой вот самый популярный это вот куры CRC 556 вот вы покупаете его на все хватит видите тут и на разные и нам велосипеды тут и на машину на разные инструменты и стоит всего 400 йента то есть недорого такая вот штука если по полировкам это вот конкретно но здесь это смазка идет пойдемте посмотрим полировку вот полировка я сначала пользовался такой полировка очень хорошая тут спрей один и две тряпочки одна для того чтобы вытирать на ну побрызгал полировка вытер то есть влажная другая сухая тряпка которая уже конечный результат уже после там спустя 5-10 минут вытирать надо хорошая штука стоит где-то 3300 йен ну я доволен но потом я как бы решил попробовать другие еще полировки на примере сейчас здесь я не найду сейчас ее кондиционеры да здесь нет короче называется она FW1 тоже тоже достаточно хорошая полировка я ее использую уже где-то второй год но она не требует мойки этого мотоцикла перед использованием поэтому я ее использую прям как и моющий то есть она социальные моет и полирует сразу краска защитной цепи пожалуйста тут защита всякая болтики разноцветные но это уже для тех кто хочет там как-то кастомизировать выделить это все выделится значит это все дело здесь продается пожалуйста и вот краски для которые у вас мотоцикл вы смотрите здесь по каталогу вот здесь у них где не здесь вот что-то ошибся есть такой вот каталог моделям вот пожалуйста видите модель цвета все и здесь написано эти по каким моделям он подходит этот цвет то есть ищите свою модель мотоцикла свой цвет примерно там если они разных цветов но похоже раз там оттенка то вот пожалуйста надо искать уже надо так за дополнительные можно поменять себе подножки под на мотоцикле на такие вот модные врс и страйкер здесь представлены погнали посмотрим что тут есть еще ну что тут что тут есть одометры спидометры пожалуйста вот и также электронные тоже как бы сами смотрите тут разные еще наборы для номеров наборы там для задних вот этих фонарей ну и понтовые такие ручки тормозов или сцепления также вот диски если вы хотите заменить на своем баке вот пожалуйста меняйте тут это я думаю так же как во всех магазинах все то же самое пока снег нечего ну и гаскет это на глушители медной прокладки на на выпуск ну всякие штуцеры тут что только нет в общем тут надо заходить надолго смотреть это все обходить ну вот и все что я хотел сегодня рассказать обзор такой магазин получился если вам понравилось не забывайте подписываться ставьте лайки не забывайте делиться этим видео с друзьями и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео о Японии а с вами был Дэн до новых встреч пока